Сегодня общественная палата города подвела итоги своей работы на пленарном заседании, а также официально приняла в свое лоно новых членов. Что сделали и не сделали общественники в текущем году? Кто вошел в состав палаты? Одним из первых узнал и наш корреспондент Артем Бегоцкий. Девять новых членов именно столько сегодня на очередном пленарном заседании приняли в свои ряды общественники Волгодонска. Среди них как старые знакомые лица, так и совершенно неизвестные до сего дня. В части последних и председатель городской общественной организации, интернет-пользователь Волгодонска Марина Бузилова. Несмотря на молодость организации, она уже ставит перед собой амбициозные цели. Волгодонск это огромный город, в котором работает огромное количество предприятий, организаций, и каждый человек хочет получить информацию о предприятии, о том, куда он идет и что он там получит. Именно поэтому мы создали эту организацию. Вступление всех новых членов было поддержано единогласно. Вообще на этом заседании все вопросы решались коллективно и единодушно. Так, молодежным сектором, который, к слову, проявляет не самую высокую активность, теперь будет заведовать Андрей Корнев по совместительству председателя организации «Волгодонская правовая школа». Вновь переизбран и секретарь палаты Ирина Халай, сохранившая таким образом свой пост. Но главным вопросом повестки дня стало отчет о деятельности палаты в исполнении Виктора Стадникова. Председатель начал с похвалы администрации города за поддержку инициатив общественности, при этом выразив озабоченность отсутствием он их со стороны второй ветви власти – городской думы. Только высшие чины парламентской иерархии, по словам Виктора Стадникова, проявляют интерес к палате. Новое направление работы организации – работа с письмами населения. Она началась только в этом году. За отчетный период палата рассмотрела около 70 обращений, два из которых председатель прочел лично на сегодняшнем заседании, и оба они касались одной службы и одного руководителя. Гнев общественников вызвал Евгений Ерохин, председатель комитета по имуществу города. Виктор Стадников потребовал личного разбора полетов от присутствующего на заседании исполняющего обязанности мэра Владимира Графова. Не только работой чиновников был недоволен главный общественник Волгодонска. В самой палате ряд секторов не исполняет свои прямые обязанности, и надо что-то с этим делать. В итоге отчет принят, выводы сделаны. На заседании был замечен и депутат Заксобрания области Юрий Потогин. И, как положено гостью такого ранга, он пришел в народ не с пустыми руками, а с грамотой для председателя Волгодонского городского отделения Всероссийского общества охраны природы Виктора Чернецкого. Артем Бегоцкий, Иван Ванков. Новости ВТР.